Был в крепости Шушан один иудей по имени Мардыхай, сын Яира, сына Шими, сына Киша, из колена Бениаминова, который был изгнан из Урушалайма с пленниками. И был он воспитателем дочери дяди своего, так как не было у нее ни отца, ни матери, а девица эта была красиво станом, хороша видом, и по смерти отца ее и матери ее взял, ее Мардыхай себе в дочери. Ну вот, эта девица звалась Эстер, и дальше написано, и понравилась царю эта девица, и снискала она его расположение, и поспешил он доставить ее, попросил он доставить ее во дворец. И дальше написана очень интересная фраза, не рассказывала Эстер о народе своем, не о происхождении своем, потому что Мардыхай велел ей, чтобы она не рассказывала. Вот можно на этом хотя бы остановиться? Почему он велел ей, чтобы не рассказывал? Потому что это могло бы повредить связи ее с царем. Очень просто, естественно. И не только с царем, а вообще и со всеми остальными. И тут дальше написано, и каждый день Мардыхай прохаживался перед двором женского дома, чтобы узнать о здоровье Эстера, о том, что с ней делается. То есть он заботился о ней, чтобы все было хорошо. Что значит, она рассказывала о том, с какого она народа, потому что есть народ, у которого есть связь с высшей силой. И если она об этом расскажет, то тогда сразу же могут возникнуть всякие проблемы. Почему она рядом с царем, остальные не хотят, чтобы это было и так далее. Дальше говорится о том, и полюбил царь Эстер больше всех жен, и снискала она его расположение и благосклонность больше всех девиц. Ну, потому что она, относительно царя, она раскрывала некоторую часть своего духовного потенциала. Значит, говорится, и устроил царь большой пир для всех сановников своих и рабов, придворных своих. Пир в честь Эстер. И облегчил налоги областям и раздал дары с царской щедростью. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мордехай сидел у царских ворот, Эстер все еще не рассказала о происхождении своем и о народе своем, как велел ей Мордехай не говорить. А слово Мордехай Эстер выполняла так же, как тогда, когда была у него на воспитании. Здесь такие вот добавочки, что она очень его слушает, и она как бы идет за ним. Продолжала его линию. А он, на самом деле, сам был абсолютно скрыт. Потому что Мордехай – это мордрор, это высшая сила, очень серьезная, но абсолютно скрытая. Очень интересно, здесь все время пишется, что Мордехай сидел у царских ворот. Да. Для чего это указывается? То есть, ну, потому что у царских ворот имеется в виду не царь, это Тахашвирош, а высший царь, высшая сила природы, сидение означает малое состояние, катнут, приниженное состояние. То есть, он спокойно дожидался, каким образом он сможет провести свойства высшей силы во всех людей на Земле. В общем-то, в то время, то так же Вавилон олицетворял собой практически все человечество. То есть, когда он сидел, он как бы ожидал этого приказа свыше провести. Да, возможности. Возможности.